Как тот же Алиф, например, да и высокие защитники подключились, Мещенинов готов к работе наверху, ну и практически все Ярославцы в своей штрафной. Пошла подача и позиционная борьба в штрафной гостей, кто на подворе? Балтийцы первые, мяч остается у Балтики, и Алиф, удар, гол! Четвертый гол бразильца в составе Калининградской Балтики оказался в том месте, где и нужно было в данный момент. Он подкараулил отскок, и с левой ноги здорово в дальний, под самую штангу вогнал мяч в сетку ворот Максима Матюши. Тот ничего не смог поделать, поскольку еще и обзор был у него не очень. Из-под игрока наносил удар Алиф, и так получилось здорово. Вот поборолся Маклаков, отскок мяча к Алифу, и с левой, не глядя на ворота, так в пол оборота находившись. Дроздов выносит мяч вперед. Ну а там защитник Балтики играет должным образом, и даже мяч остается у них. Альшин, а Лев принимает мяч, и гол! 1-0, Балтика выходит вперед на 24-й минуте матча. Забил, собственно, тот, от кого, собственно, угроза и ожидалось. А Лев забивает и оформляет уже третий мяч. Походу. Мяч под правой. Ну, приходится, да, с ближним сыграть. Им оказался Максим Тишкин. На Кузьмина. По правой бровке готов к приему мяча Дудиев. А Кузьмин вот так решил. Подача в штрафной удар, и мяч в сетке! Родригес! Шалев! 1-0! Балтийцы забивают первый мяч в этом сезоне. И это было сделано на стадионе Калининград в Калининграде. Подача Максима Кузьмина с правого фланга. Высокая, хорошая, удобная. И завершение Алифа на заглядение. Здесь вопрос к центральным защитникам астраханской команды, которые это подключение бразильца просмотрели. Хотя он как раз, как центр форвард оказался, не забили астраханцы, когда выручил Бориско под занавес первой половины. А теперь дебют второй. И момент у Балтийцев, чтобы увеличить преимущество в счете. Итак, Алиф или голкипер. Удар! Ну, это даже как-то можно назвать издевательским. Алиф выдержал паузу гроссмейстерскую. Подождал, в какую сторону качнется Станислав Антипин. И нанес этот удар, противоположный от голкипера угол. 2-0! 2-0! Дубль Алифа. И остался он стоять на месте, так не особо праздную. Как будто знал, что и в этом эпизоде тоже все получится. 2-0! Балтийцы впереди, где уступили в прошлом туре в один мяч. На фоне усталости, конечно, и кубковый матч Торпеда, и домашний матч с лидерами много силы отняло Балтийцев. Было видно, что не совсем на себя похоже калининградце Альчин. Подача в площадь ворот. Удар! Гоу! 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 Алиф! На опережение. И второй мяч в сетке ворот Воронежского факела. Подача от Альчина. Вторая голевая в сегодняшнем матче от Ильнура. Очень выверенная верхом площадь ворот. И откликнулся на эту передачу верховую Алиф. И вогнал второй мяч в сетку ворот аутсайдеров футбольной национальной лиги. И я думаю, сегодня уже Воронежский факел при всем уважении ничего не спасет. И нужна четвертая минута. Мы, я так считаю, второй тайм провели вместе с вами. Интересно, по крайней мере, когда время быстро летит. Это говорит о том, что было не скучно как минимум. Алиф вновь на свободное пространство. Вырывает мяч. Выход на ударную позицию. Гоу! Вот так технично, черпачком, можно сказать, что унизил Дмитрия Комсева и направил мяч ему за шиворот. Но здесь спасибо, конечно, нужно отдельное сказать Сергею Брызгалову. Поскольку этот мяч полностью на его совести. И вот так издевательски. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! И вернут мяч в игру Волгоградцы. 1-1. 90-я минута поединка. Окрыленная Балтика вновь идет вперед. Передача на правый фланг. Догонит мяч Дудиев. Да, оставляет его в игре. И справа подача штрафной. Удар по воротам. Штанга. Гоу! Алиф! 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 Это гол! И возможно победный в этом матче. Без сил падают на газон. Футболисты Волгоградского ротора. Вы представляете, как это обидно? Ну шла игра, в общем-то, под контролем. И идут благодарить своего наставника. Балтийцы обнимают. И все очень рады. Вот Сантос, например. Сантос, тот самый. Сантос из Сан-Паулу. Легендарный бразильский клуб. Тоже по службому списку у Наилсона имеется. Алиф! Чистый выход 1-1. Алиф! 1-1. 1-1 Балтика! Смотрим повтор этого момента. Как же оно так получилось, что Наилса. Но это уже завершающая часть атаки. Но в любом случае, расскажу я вам, как так получилось. Шикарная передача из глубины не доработали. Все-таки развалилась вот эта тройка центральных защитников Киксильчика. Открыли свободную зону, в которую ворвался Алиф. 33-й номер нападающий бразильский из Балтики. Калининградская. Сразу же замена в составе. Смирнов оставит свою команду еще на некоторое время в игре. Свисток. 3-1. 3-1 Алиф. Очень грамотно посеменив перед ударом. Абсолютно без шансов. Вот очень популярная дата. Такая методика исполнения пенальти в современном профессиональном футболе. Балтика. 3-1 ведет у Киксильчика. И Алиф оформляет дубль. Посеменил немножко увидел движение галкипера. Куда собирается заваливать. Не так плохо. Вот правда. И еще одно, второе подряд. Домашнее разгромное поражение. Но вот есть такое ощущение, что как-то не очень. Его команда заслуживает. Алиф оформляет хет-трик. Благодарит. Всевышнего, по всей видимости, да, или кого-то, наверное. И Кузьмин. Какой же классный матч проводит 96-й номер Кузьмин. Результативная передача. И Алиф у нас вышел один в один. Обыграл Смирнова. И в ближний угол мяч отправил. Две минуты у нас к основному времени матча добавлено. Как вы тоже благодаря нашему повтору увидели. Да, друзья, ну... Я тут развалился. Понятное дело, что вот... Алиф оформляет хет-трик. Алиф оформляет хет-трик. Тут как тут Кашчилан. Своим же подкатом отвечает. Пошла игра на встречных курсах. Обе команды чувствуются, хотят победить. Момент. И мяч забивает Алиф. Без сил футболисты от Эжа. Смотрим на повтор. Да. Тяжело было Полетаеву. Так, Мирослав Маркович там готовится выйти на замену. А пока у нас Алиф. Видя, что Маркович на замену готовится выйти. Бьет поворотов. 2-0. Алиф забивает свой шестой гол в этом чемпионате. Становится лучшим бомбардиром Балтики. В этой Алифе Фанел. Снова Алиф лучший бомбардир. Снова он забивает. В начале сезона был монстром. В конце тоже потихонечку им становится. Ну, это уже чистая победа. И Алифа сейчас меняют. Успел все-таки Алиф забить свой гол перед тем, как Мирослав Маркович войдет на поле. И, кстати, Маркович искренне аплодирует Алифу, что говорит о хорошем микроклимате в команде. Не двигается голкипер. Ему только можно одну ногу выставить за пределы линии штрафной до удара. Больше никак. По новым правилам. Итак, все готовы к этому событию. Алиф или Анисимов. Разбег Родригеша Алифа. Удар и мяч в сетке. Очень спокойно, очень хладнокровно нападающий к Ленинградской Балтике. И сравнивает счет в этом матче с 11-метровой штрафной отметки. И балтийцы празднуют успех. И болельщики на трибунах. Вот он удар. Внимание, весь Анисимов. Пошел в правый от себя угол. А мяч так, вверхом и по центру. Оказывается, в воротах. 1-1. И игра продолжается как будто с самого начала. И игра продолжается как будто с самого начала. И игра продолжается как будто с самого начала. И игра продолжается как будто с футболом. И игра продолжается как будто с scandal. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...